Всем привет! Бегу на вокзал, опаздываю на электричку. Отправляюсь сегодня в винную столицу Сербии, не побоюсь я так назвать, город Сремские Карловцы. Доброе утро! Одна карта с Римской Карловцы. Картится. Упала. Поезд уже стоит. Продолжение следует... Билет из Нови Сада Тос Римский Карловец стоит 84 динара. Город Римский Карловец расположился на берегу Дуная, недалеко от города Нови Сад. В античные времена на месте города размещалась небольшая римская крепость. В 1308 году город упоминается впервые как венгерская крепость Карам, построенная на руинах античной. В 1521 году город был захвачен Османской империей, а в 1532 впервые был упомянут как Карам. В период 1698-1699 годах в городе проходил международный конгресс, по итогам которого был заключен Карловецкий мир между Османской империей и Австрией и ее союзниками. В результате чего карловцы отошли к Австрии и вошли в состав военной границы. В 1918 году город вошел в состав королевства сербов, хорватов и славянцев. Нахожусь у церкви в видении Святой Богородицы. Это одна из самых старых церквей в городе. Датируется она 15 веком. Надо зайти обязательно в церковь посмотреть, что я и сделаю. Продолжение следует... Продолжение следует... . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как я уже и говорил, это самая старая церковь в городе. Возможно, мне повезло сегодня сюда попасть. Из-за того, что фильм какой-то снимают. Значит, и вам повезло вместе со мной. Ну, а я отправляюсь дальше. Смотрите, город, кстати, расположен как бы на холме. Потому что в дорогу идет то вниз, то вверх. Табличка вон у нас в Винаре Дошин прямо и направо. Но я пока иду в центр. Домики здесь такие старые. Интересная архитектура. Смотрите, какие массивные двери, ворота. Наверху изображен лев, крепость и какой-то всадник. А наверху также идет корона. Не знаю, что здесь. Переду в эту сторону, сниму здание. Кстати, там тоже надпись наверху. Лев написано. Вон, смотрите, какая прелесть. Винарий. Прям бочку выкатили. Чтоб точно мимо не прошли. В городе около 17 винарий. Вот еще один виншоп. Сразу же адрес вам покажу. Я подхожу к фонтану. Называется он «Четыре льва». Был построен в 1799 году итальянским зодчим Джузеппе Априле. В честь окончания работ по сооружению водовода в городе. Фонтан выполнен из красного мрамора, с четырех сторон которого изображены чугунные львы. Я слышал такое предание, что каждый, кто выпьет воду из фонтана, обязательно вернется в Сремские Карловцы. и здесь же обвенчается. Смотрите, я тут голоса. Смотрите, я тут голоса. Смотрите, я тут. Кадончик, Курти, Патриял. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. А это собор Святого Николая, сооруженном в 1762 году. Представляет оно собой однонефное сооружение в стиле барокко с элементами неоклассицизма. А это две башни, которые выполняют роль колокольни. На восточной стороне находится полукруглая алтарная апсида. Давайте пройдем вовнутрь. Поехали. 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 Рядом с собором Святого Николая Рядом с собором Святого Николая находится римско-католический храм Святой Троицы. Это барочная церковь 1768 года постройки. Я нахожусь на площади сербского поэта-лирика Бранка Радичевича. Это главная площадь исторической части города. Бранк Радичевич учился в гимназии в Сремских Карловцах. В свое время его стихи не соответствовали традициям и даже были запрещены в Сервии. Как это часто бывает, только после смерти автора его поэзия получила признание. А это здание гимназии. А это здание магистрата является одним из наиболее значимых и ценных зданий в старом городе. Здание было построено в период 1806-1811 года в духе неоклассицизма. Магистрация хранила свой первозданный вид до наших дней. Главный фасад, выходящий на площадь Бранка Радичевича, украшен особым образом. Он разделен по вертикали на пять частей. В мае 1848 года в парадном зале магистрата сербский народ был объявлен политически свободным и независимым под австрийской и венгерской коронами. И провозглашена сербская воеводина. В мае 1848 года в парадном зале магистрата сербский народ был объявлен политически свободным и независимым под австрийской и венгерской коронами. И провозглашена сербская воеводина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В центре можно магнитики приобрести. Тут всякая сувенирная продукция. Кружечки такие вот. Медовая, алкогольная продукция. А вот это что такое здесь? Медовуха, да? Самогон. Медовуха, самогон, да? На меде. На меде? Мед и ракия. Какого? Вот эту? Сесть. А, все? Очень мало. Мало, мало. Сейчас попробуем. Оцениваем. Ох, хватит. Запах такого вина свежего. Очень терпкая. Сладкая. Похоже, как будто на меду. Все-таки это медовуха. О, хвала. Вкусно. Ну, так продирает, я скажу. Прям согрелся изнутри. Сегодня солнце светит. Но ветерок холодный. Подошел я к Патриаршему дворцу. Он был построен между 1892 и 1895 годами. На месте старого Канака Паши. Канак Паши был первой резиденцией сербской православной церкви. Строительство дворца было выбрано в стиле итальянских дворцов. Над главным входом находится королевская часовня. А это здание Карловатской духовной семинарии сербской православной церкви представляет собой одно из старейших и наиболее значимых учебных заведений. Его построили в 1902 году. На входе стоят две фигуры в стиле египетских сфинксов. Объекты В сходе в кастрюлям Канак Посты В отец В отец Господин В отец замечаете да что здесь все напоминает овен здорово еще одна все прибежали обязательно запланируйте поездку в Сремске Карловце если будете в Сербии 1920-х годах в городе располагалась штаб-квартира русского белого движения под командованием генерала Петра Врангеля Врангель обратился к правительствам Болгарии и Югославии с просьбой расселить в их странах личный состав русской армии сербский король Александр принял решение принять русское войско волна русской миграции была огромной генерал Врангель чья армия стояла в Крыму выводил на кораблях около 200 тысяч человек в этом доме барон Парангель проживал на протяжении 6 лет семьей даже табличка имеется попробуем войти открыто это внутренний дворик сейчас поднимусь наверх смотрим не знаю к сожалению на каком этаже они жили было бы интересно зайти в квартиру посмотреть смотрите какие двери представляете здесь вообще ничего не поменялось а это храм петра и павла он находится рядом с домом где проживал барон Брангель так что кто будет в Карловцах вот ориентир вам а а а а а а Посмотрите на это чудо, оно очень огромное, на нем даже есть какая-то табличка. Но не указано какого года, в каком году посадили, оно очень массивное, ствол, камера по-моему не передает такого. Продолжение следует... 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 чуть-чуть попробовать нету кровать и пробовать нет на домашнюю винодельню я пошел сейчас и нам венца на пробу это какое это вот на год загубки не хожу добрый ли отлично отлично супер наверх пройдем сейчас вовнутрь в подвале грязный сахтавин можно посмотреть какой сорт что-то с розы прикупил себе бутылочку венца вино очень вкусно кстати его пробовал вот адрес винара винара дуга так что приходите цены дешевле чем магазине однозначно ну это собственное производство